Продолжение следует... Продолжение следует... Вот считается, что мы с мамой живем в отдельной квартире. Только так считается. Кроме нас там еще многие живут. Все без прописки. Они к нам от соседей пришли. Кто по трубе... Кто под дверью пролез. У нас рыжие все такие. С усами, знаете, да? Тараканы называются. И что мы с мамой против них не делали, ничего не помогало. Наоборот, их с каждым днем все больше и больше. А нас с мамой все... У вас тоже есть, да? Ну вот один официант, мы еще в техникуме с ним в кулинарном учились. Он сказал, хочешь избавиться от тараканов? Пойди на санэпидемстанцию и дай на лапу. А я не понял сначала. Говорю, кому дать на лапу тараканам? Он говорит, если тараканам будешь на лапу давать, они тебе со всего города сбегутся. А если начальнику дашь, он тебе средство такое выдаст, что ты, говорит, прям... Ну, пальчики оближешь. А я говорю, а чего на эту лапу надо давать? Ну, он говорит, как чего? Бабки. А я говорю, у меня нет бабки. У меня один детка остался. И тот мне сегодня завтрак бабки отправится. Так он говорит, нет, бабки, это так деньги называются у культурных людей. Я не поверила даже, неужели, думаю, за тараканов надо деньги давать? Сколько? Говорю, рубля три хватит. Он говорит, за трешник, они тебе еще клопов подбросили. Надо, говорит, минимум 25 рублей дать. Я еще подумал, какие дорогие тараканы стали. Но делать нечего, взял 25 рублей, так, две красненьких, ну, по 10. Между ними синенькую положил, и с этим бутербродом пошел на станцию. И вот в кабинет захожу, а там дядька в кресле. Ну, все, и толстый, и рыжий. А, тоже с усами. И фамилия тараканов. А я думаю, а вдруг он все-таки не берет? А он говорит, ну, выкладывай, с чем пришел. Я говорю, прям сразу выкладывать. Ну, он говорит, ну, давай по очереди. Я говорю, сейчас выложу. Они у меня все в одном кармане лежат. А он говорит, что, тараканов притащил? Я говорю, нет, у меня там бабки. А у него усы на лоб полезли. Чего, говорит, там у тебя? Я говорю, бабки. Он говорит, родные. Я говорю, кровные. И он спрашивает, и сколько у тебя бабок в кармане? Я говорю, вам хватит. Одна на другой лежат. Он говорит, что, все поместились? Я говорю, еще место осталось. Он говорит, что, у тебя бабки-лилипутки? Я говорю, нет, но они вообще не крупные, конечно. И тут он говорит, хватит смеяться. Мы здесь бабок не выводим. Тебе надо в собесы. Я говорю, это другие бабки. Две красненьких. И одна бабулька синенькая. Он говорит, что, совсем синенькая? Я говорю, совсем с двух сторон. Только внизу рваненькая. Он говорит, где тебе бабку порвали? Что, говорит, я тебе зашивать должен? Я говорю, нет. Я хочу, чтобы она к вам переехала. А он говорит, зачем мне твоя рваненькая бабулька, когда я от своей избавиться не могу. Я говорю, ну поймите, что эту бабульку мне в получку дали. Так он говорит, где это уже старухами расплачиваются? Ну что? Ну я ему кладу пять рублей. Слушайте, он как заорет. Это что такое? Я так напугался. Я говорю, а на. Деньга. Он говорит, я знаю, что деньги. Я не знаю, зачем кладешь. Как на весь кабинет заорет. Я взяток не беру. Я уж не знаю, как уйти. Главное, я хочу эту пятерку забрать. А он ее руками держит. И по сторонам глядит и шепотом говорит, иди сюда. Поближе. Если хочешь. Чтоб тебе хорошее средство дали. Тогда еще дай. Только говорит мне, нет. А дядя Вася. Я говорю, а кто этот дядюнка? Молчи. Давай мне, я ему передам. Да я знаю, что я плохо сделал, что я эти деньги дал. Я бы не давал. Но я же не один такой, правда, да? Да? Другие, что же? Чего притихли, как будто первый раз слышите. Главное, тут говорят, дают, а там, говорит, не все дают. Не все. Кто не дает, тот берет. Меня так официант учил. Может, они только берут, потому что мы сами все время... А если мы все-все договоримся, и вот им дадим. А не хватит, мы еще добавим. Ну, я же знаю, что все хотят только бояться, например. Тараканов можно не бояться. Я сейчас... Я сейчас... Такое средство знаю. Никаких взяток не надо давать, потому что средство наше лучше импортному в сто раз сказать. Слушайте, чтобы избавиться от тараканов, надо в столовой, где я работаю, взять полпорции Суточных щей. На ночь Распрыскать По всей квартире. И к утру от вас Не то, что тараканов, От вас все соседи упал. АПЛОДИСМЕНТЫ Неужели это я? Я вам сейчас расскажу, что это была за мерзость. Я несколько дней болел. Меня привели в детский сад после болезни. И утром повели нас мыть руки. Всю нашу группу завели. Я спрашиваю воспитательницы. Да, а я вижу, какие-то посторонние стоят. Видишь, какой гадкий был. Я говорю, Анна Павловна, а что это такое? У нас всегда мыло простое, а сегодня туалетное. Она мне говорит, да что ты, Геночка, ты забыл? У нас всегда туалетное. И я говорю, нет. У нас, как раз, говорю, всегда простое. А сегодня, видно для комиссии, говорю я, и так, глаз туда, на реакцию. Эта гадость, которая во мне жила, заложить своих, может быть, это было связано с тем, что они не делились, а может быть, может быть, единственное, боролся за правду. Вы меня узнали. Кто сказал, папка дурак? Нет, я не дурак, я кретин. Я полный идиот. Знаете почему? Потому что разговаривать умею. Рыбу кто-нибудь называет дурой? Нет, потому что всегда молчит. Ее ловит, она молчит, ее жарит, она молчит. Ей рыбный день сделали, она молчит. Я всегда болтаю, всегда не то, что нужно. Режу правду матку. Тогда мне никто не просит. 300 лет на свете живу. Нигде больше двух недель не задерживаюсь. Сколько хозяев сменил, пересчитать невозможно. Помню, жил в одной семье. Обстановка царская, обои финские, мебель арабская, от хрусталя звон, как в церкви. Кормили пять раз в день. Менталем в шоколаде. Казалось бы, чего еще? Сиди и молчи. Не удержался. Пришла к ним в гости пара профессора с женой. Чаровательные люди, просто чаровательные. Таких за столу садили, у меня миндаль в горле застрял. Как за ручо пришли, вас сейчас охмулять будут, чтоб дочку свою мордастую в институт устроить. Ой, что тут поднялось. Хозяйка кричит, не верьте, он провокатор. Гости пальто в охапку бежать, а хозяин ко мне и кричит, петух ты крашеный. Если б, 200 рублей не стоил, я бы себе суп сварил. Ну, 200, 200, а продал за 300. И в приличной семье, отец врач, мать-учительница, сына болтус. 15 лет парню полный обалдуй. Хорошо, мне что, это же не мой седет. Три дня молчал, на четвертый не выдержал. Говорю, побольше. Вот вы врач, а сынок у вас, между прочим, курит, 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 курит. Он говорит, что, так часто? Я говорю, нет, только когда выпьет. Мамаша говорит, он еще и пьет, я говорю, когда в карты много проигрывает. Они забыли, что они интеллигентные люди, сняли ремень, всыпали ему по первое число. 28-го начали, первый кончились. А 2-го утром этот меня в охапку и на птичий рынок продал какому-то забулдыге. Зачервонец. Забулдыга обрадовался, говорит, скажу жене, что застольник купил, остальные пропью. Рано обрадовался, я его жене все раньше успел рассказать. Даже там я долго не задержался, еще бы. Я нигде долго не задерживаюсь. Кому же охота про себя правду знать и еще за это 300 рублей платить? По городу слух пошел, что несчастье я в дом приношу. Задаром уже никто брать не хочет. Последний хозяин мыкался, мыкался, наконец сдал, теперь сижу здесь. в зоопарке. Чтобы ничего не видел, ничего не слышал, чтобы ничего про людей сказать не мог. Но я и здесь молчать не буду. товарищи, в зоопарке тигру не докладывают мясо. Пока не поздно, спасайте хищника. Если спросят, откуда, знаете, на меня валите. Мне терять нечего, я уже ничего не боюсь, потому что я попка драк, попка кретин, попка полный, идиот. У меня мама, она с юмором даже не на вы. У нее с юмором, конечно, были чудные взаимоотношения. Она проработала на заводе Владимира Ильича около 40 лет, больше, инженером. И она, уже зная, что я приобщился к смешному, она мне пришла и сказала, какой-то мне анекдот Милка Шувальская рассказала, очень смешной, но я помню только конец. Я говорю, какой, даром вот. Я говорю, это все, она говорит, а вот начало я не помню. А на самом деле все очень просто. Спрашивают женщину, говорят, вы обладаете даром прельщать мужчин. Она говорит, даром вот. я его никогда в жизни не видел. Я только узнал два или три года назад о том, что он умер. Я его никогда не видел. Я знал только, что его зовут Виктор, не зная ни его фамилии, нигде он живет. И только в 80-м году в театр эстрада пришло письмо с фотографией человека, на которое было написано, что здесь, на этом снимке, он был в военной форме, снимок был сделан в Берлине, что вашему отцу столько лет, сколько вам сейчас. Все. Через много лет я эту фотографию принес, показал матери, и она подтвердила, что это отец мой. Гена пришел ко мне в седьмой класс в начале 60-х годов. Был очень подвижный, с большим юмором. Всегда смешил класс. За считанные минуты мог рассмешить класс. Я помню, стоял между двумя площадками, допустим, второго или третьего этажа. И когда только кончился урок, голосом учителя кричал на тот этаж. Можете идти домой, уроков более будет. Кто успевал, тот расходился. Короче, к пятому классу у меня было шесть дневников. И одно время даже свой настоящий дневник у Витальки прятал. Я прятал, чтобы его домой не донести. Один раз мы договорились, не скажу с кем, потому что он сам никого сейчас не выдал. мы с ним договорились. И я на журнал на классный, на классный журнал, значит, пока был журнал не закрыт, и я взял, я взял блин масляный и положил на этот лист, и все отметки, все расплылось. Я еще предыдущей страничкой это все дожал, чтобы это уже промокнулось как следует. Все. И просто и когда стали спрашивать, кто сделал, никто не сдал меня. Ни один человек. Начнем с того, что я напомню тему, по которой вы должны были писать свои сочинения. «Как я провел лето, так она звучала, никак иначе. Если у кого-то в ушах слишком много золота, или грязи, или того и другого, пеняйте на себя». Так, Артамонова, ваше сочинение, Артамонова. Я бы с радостью поставил вам пять. И пять, и шесть, и семь, и даже десять. Особенно, если все, что вы пишете, правда. Но вот тема, как я провела ночь, это не совсем то, что надо. Это, во-первых. Во-вторых, Артамонова, объясните, голубушка, почему у вас слово «оргазм» везде с большой буквы. Одиннадцать раз. И все время с большой. Потом вот этот вот Коля, с которым мы так хорошо провели время на трех страницах. Почему вдруг на четвертой странице у Коли в имени нет первой буквы? Мне интересно, почему он рывком снимает юбку с вас из себя? Он что, шотландец? В чем дело? Так что у вас не лады не только за грамматикой, я вижу, у вас и с логикой какие-то проблемы. Хотя есть такие интересные наблюдения, просто даже непонятно, как в таком небольшом возрасте вы до этого дошли. Вот вы написали, я поняла, что разница между беспокойством и паникой в 28 дней. Артамонова, я ставлю вам твердый кол. Если вам не нравится кол, оцените хотя бы его твердость. А? Мы пошли дальше. Дальше у нас Рабинович. Ну что тут можно сказать? Одно слово. Рабинович. Один листик мелким почерком. Вообще без полей. Чего так экономить? Несколько однообразных изложений, через каждые две строчки у вас одни и те же слова. А шо я буду с того иметь? Ну, знаете, грамматических ошибок не нашел. Вот это правда. Может потому, что здесь одни цифры, но... Но вот вы пишете. Этот старый поц продавал оптом по 19. Я сказал, кто он и взял по 17. Знаете, для сочинений намного скучновато. Но вот для квартального баланса изумительно. Кстати, я дал проверять математички, все сошлось. Все сошлось. Да. Так что, в общем, конечно, неплохо. Неплохо, толково. Только последнее предложение мне не очень понятно. Вы пишете, итого с вас 267 тысяч 810 рублей. И уж совсем непонятно, зачем печать поставили на сочинение. Сочинение без печати действительно. А так, в общем, неплохо. Я вам вставлю пять с минусом. Что? Что почему? Что почему с минусом? Я же не спрашиваю, почему с меня 267 тысяч 810 рублей. Выйди с класса. Выйди немедленно. Дальше пошли. Кто у нас? Митрошкин. Вот Митрошкин молодец. 20 страниц. Вот большое, полноценное сочинение. Я догадался, Митрошкин, что ли, это вы провели за границей. Я догадался. Очень жалко. Замечательное сочинение не обошлось без грамматических ошибок. Митрошкин, дорогой мой, надо запомнить, надо зарубить это себе на носу. Название города всегда пишется только с большой буквы. Всегда. Вы написались маленько, видите? Вот вы написали. Я очень старался, но все никак не мог попасть в Вену. А надо было, конечно, это с большой буквы. Но зато описание природы, описание природы исключительно яркое. Вы пишете, зелени на травку не хватило, но и соломка для усталой души была в радость. В общем, я вижу, что вы человек талантливый, к моему удивлению, просто религиозный. Вы после школы в семинарию собирались. Нет? Не собирались? Странно, а то у вас написано о таком приходе я мечтал всю жизнь. В общем, полноценные четыре балла. Четыре балла. Ну и что? Последний, последний, Иванов. Здесь Иванов-то, да? Встань. Встань, Иванов. Встань. Что, чего? Чего? Ничего. Чего? Я не сказал, что ты писал не по теме. Ты писал по теме, как я провел лето. Жалко, что ты написал не обо всем лете, а только о 15 зудках. Но что меня, что меня особенно тревожит. Иванов, ты должен максимально обратить внимание на предлоги. Ты должен запомнить, если ты кого-то посылаешь, на. Он не может в этом же предложении идти в. Не бывает такого. Ну и самое главное, это вообще безобразие. Вот ты пишешь, срубил три косых, попер на тучу. Упаковался, но мусора замели, и все покоцал. Ты что, с ума сошел? Это можно такое в сочинении писать? Срубил три косых, попер на тучу, упаковался, но мусора замели, все покоцал. Что, чего? Что, чего? Чего? Ничего! Чего? Короче, Иванов, если чисто между пацанами базар, что там коцать на три косых земели? Ты что фуфель толкаешь? Ты кому-то лапшу ты вешаешь? Ты у меня два срока школу будешь так мудриво. Понял? Извините, извините меня, пожалуйста. Извините, просто за живое задело. Извините. Все, урок окончен. Никто не расходится. В школе было все чудесно до четвертого класса, я занимался очень хорошо. В пятом классе на уроке рисования учительница велела нам рисовать вазу, а я нарисовал настоящие футбольные ворота с сеткой. И мяч уже валялся в этой сетке. То есть ты нарисовал гол? Да. Гол. Это был гол. Но главное не то, что я получил пару. Главное, что когда я увидел в дневнике эту отметку, я посмотрел на учительницу и с сожалением ей сказал, какая же вы дура. И меня исключили из школы. Конечно, это было безобразие, но это было единственное, что я мог нарисовать. Единственное. Вам состав, вы называете номер восьмой Дуглас Робсон, Билли Райт. В воротах Макдоналд. Ничего не могу сделать. Справа Хоу, слева Шоу. Это, это... Ну, тогда была страшность. Действительно, если я бегал каждый день на угол Личиновской улицы, где вывешивали газету «Советский спорт» и от корки до корки я читал. В 69-м году я заканчивал училище циркового эстрадного искусства и вдруг я узнал, что на Ленинских горах в МГУ проходит вечер встречи олимпийцев с преподавателями и со студентами. И мне говорят «Вы что здесь делаете?» Я говорю «Я выступать приехал». «А вы откуда?» Я говорю «Я вот заканчиваю училище циркового эстрадного искусства». «Ну, подождите». Так, пожалуйста, час-полтора я все время думаю «Вот сейчас пойду, сейчас пойду». Нет, меня отодвигают, отодвигают, отодвигают. Это сейчас приходишь, можешь, пожалуйста. А тогда «Куда? Куда? Подождите». Вечер этот должен был вести Николай Николаевич. Он заболел. Мне оставалось месяц до государственных экзаменов. Как-то все-таки я нашел лазейку, меня выпустили, подошел к микрофону и говорю «Вот, сегодняшний вечер должен был вести Николай Николаевич Озеров». Он, к сожалению, нездоров. Ну, я как могу, я произнес первую фразу «Говорит и показывает Стокгольм!» И вдруг по реакции зала я понял «Зачем мне сдавать государственный экзамен? Вот уже диплом в кармане». И уже, знаешь, такое ощущение успеха. я говорю «Радио и телевидение Советского Союза начинает свой последний репортаж». Николай Николаевич любил очень такие романтические формулировки. Он говорит «Грандиозного хоккейного спектакля! Сборная Советского Союза Сборная Канады!» Зрительный зал ревет, как будто хоккей на сцене. И после этого я произношу шутку, которая долго готовился. Я говорю «Вы знаете, что нашим спортсменам для завоевания золотых медалей сегодня нужна была только победа. Только победа шведов над чехами. И наши ее добились». Я учился в восьмом классе. И доставал бедного Аркадия Сахача. Звонил ему в гостиницу из учительской. Причем так, чтобы все педагоги слышали, что я звоню в номер. Причем я прям так по нахалке. Я думал, что это меня спасет от контрольной работы. И я прям так на глазах у земленных преподавателей говорю «Это номер народного артиста Российской Федерации Аркадия Райкина». И смотрел за реакцией преподавателя по химии. Вообще он к телефону не подходил. К телефону подходил Рома всегда. Мне сказала Рома, чтобы я приехал к половине седьмого к служебному уходу. Я приехал наверное без 15 до 25. Я боялся пророга. И когда наконец подъехала машина и они вышли из машины и я сказал, что это вот я и есть, который звонил по телефону. Рома посмотрел «Ой, ты такой маленький, как же тебя пустят в театр». Меня провели на сцену и смотрел я первое отделение находясь за кулисами. А Ракин на монологе уходил и интермедийно заново закрывался. Первое, что я сделал, я сразу отодвинул интермедийно заново и вылез. У меня сзади. И когда кончилось первое отделение, меня Аркадься уходя со сцены спросил «Тебе понравилось?» Я говорю «Мне очень понравилось, но я ничего не видел». И тогда во второе отделение меня посадили в оркестр. И оркестр уже расселся. И вдруг, перед тем, как появился дирижер Семенов, вдруг я поставил стул, меня посадили на стул, но мне было плохо видно. Я встал на стул и моя голова вылезла. И все думали, что уже вышел дирижер. Начали хлопать. В этот момент появился Семенов и палочкой мне по плечу или я уже там не знаю, почему там он попал. Но второе отделение мне жутко понравилось, потому что я уже все видел и смеялся. Ну все. Собственно говоря, вот такая история моей болезни. ой, было, 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 было. Вкалывал я на одном ящике. Ой, вкалывал. Электромонтером. Однажды дал не то напряжение. Ну, я же дал, я же ничего не взял. Ну, немножко я напряжение завысил. Я же план перевыполнял. У меня по плану 220 вольт, а я им дал тысячу. Думаешь, кто-нибудь спасибо сказал, бегунь, крича, ты что, дурак? Ты что с нашим ящиком сделал? Ой, пол ящика осталось без крыш. Космонавтов видать. А другая пол ящика без кримии. Иди, говорят, отсюда посоем свиньому. Что же я с голоду помню, да? Что ты? Что ты? Корешок-то мой. Я себе такую работенку носил послаще, чем в ящике на кондитерской фабрике. Ой, меня на торты поставили. Крем-дович. Я, знаешь, на тортах сказка надписи кремом писал. Возможно, я не писатель. Возможно. Но я же писал то, что думал. За что же меня оскорблять? Мастер бегит, орёт мне человек чистым голосом. Ты что, дурак? Тебя, говорит, это мы в школе учили. Что? Говорит, не знаю, что сказка через «з» пишется. Ну, я ему показал, какой я дурак. Я на остальных тортах. Такое написал. Что ни в сказке сказать, ни в слух произнести. А ежели произнести, можно на 15 суток сесть. Ну, и что выгнали, меня опять соображают. По соль свинам, и что ж я на улице замёрз? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как говорят древние греки, на кося выпустят. Я себе такую роботенцию надыбал. Я на этой работе впервые в жизни себя гомо сапиенсом почувствовал. Ой, это в зоопарке было. В зоопарке однажды забыл запереть клетку у льва. Ой, вырвался лев, зараза. Стал приставать к одной женщине. А я при чём? Это что, я к ней приставал? Меня там вообще не было, я на перегонке с бегемотом плавал. А то, что он из клетки вырвался, он же хищник. А то, что он за этой дамочкой погнался, может, она сама виновата? А зачем она пальто из антилопы надела? Надела бы, как все нормальные люди, тело грейку. Лев бы со страху помер. А они мне кричат, ты что, дурак, на тебе характеристику? Иди отсюда! И пойду, 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 и пойду. У меня в характеристике не написано, что я... У меня написано... О, что написал? он... 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 ой... жаль, читать не умею. Ну, кончается хорошо, морально устойчив, так что вы за меня не переживайте, и в голову не берите, я без работы никогда не зачту. Потому что про нас, дураков, народ говорит, работа... дураков... Ну, 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 ну! правильно соображаете! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...